Надо отметить, что шахеды идут, продолжают идти. В России они не производят шахеды, они налаживают только крупноузловую сборку из комплектующих. И они их красят и наносят на них свою маркировку. Подписывает их Герань, Герань-2 называют, расисты называют эти шахеды у себя. И надо отметить, что буквально на днях, по-моему, вчера или позавчера, наши бойцы воздушных сил продемонстрировали вот этот шахед с тысячным номером. То есть количество вот этих шахедов перевалило за тысячу. Но контракт, я напомню, был на 1700, так что еще порядка 600-700 единиц Иран будет поставлять Российской Федерации. Также противник произвел, кроме вот этих авиационных и ракетно-шахедных ударов, противник произвел еще 89 огневых ударов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам при фронтовой зоне. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Пострадала и гражданская инфраструктура в том числе. Ну и из гражданской инфраструктуры самое значимое, то что мы на сегодняшний день все обсуждаем, это медицинское учреждение в городе Днепр. Также пострадали образовательные учреждения в городе Изюм и поселке Нью-Йорк и жилые многоквартирные и частные дома. Вероятность нанесения ракетных авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Так что не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, лучше переждать, чем, не дай бог, попасть под ракетные атаки со стороны рашистов. Ну а враг продолжает сосредотачивать основные усилия на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки произошло на этих направлениях более 25 боевых столкновений. И противник пытается атаковать наши позиции на этих направлениях, но за прошедшие сутки надо отметить, что фронт не изменился и не двинулся ни в одну сторону. Итак, по оперативным направлениям. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Она остается стабильно тяжелой. Мы продолжаем укреплять нашу государственную границу. Противник продлевает то, что я и говорил в предыдущие разы. Лукашенко продлил учения по проверке боевой готовности войск. Это, скорее всего, связано с тем, что Россия начинает уже перебрасывать войска на свою границу с Украиной. До 4 июля продлены учения. И белорусские войска продолжают, как говорится, топтать поля с нескошенными травами. На Северском и Слобожанском направлениях. Здесь противник нанес авиационные удары по Харьковской области. Досталось им больше. И осуществил минометные артиллерийские обстрелы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской области. Всех трех областей. Тут на этих двух направлениях оперативных продолжаются взаимные обстрелы вдоль государственной границы Украины. То есть мы отвечаем как стрелковым вооружением, так и нашей артиллерии пытаются бороться с огневыми средствами противника в зоне досягаемости, которые наносят удары по нашей территории. Купенское направление. Здесь противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Но, правда, основной перевес огневого воздействия по нашим войскам они отдают дистанционным средствам. То есть они наносят авиационные удары. В районе Масютовки пытались атаковать наши позиции, но безуспешно успеха не имели. Поэтому, вернувшись на свои позиции, применяли артиллерию, минометы и авиацию в попытке нанести нам поражение. Лиманское направление. Здесь враг усиливает давление и артиллерийские обстрелы в Серебрянском лесничестве. Основной упор происходит на границе лесничества, самого леса и реки Северского Донца. Так что, хотя активных таких атакующих действий нет. В основном, опять же, дистанционное воздействие с помощью артиллерии. Бахмутское направление. Здесь противник продолжает, но уже не так активно. Снизилась, очень сильно снизилась интенсивность боевых действий. Но все равно атакующие действия на отдельных участках бахмутского направления проводил противник. В районе, допустим, в основном на флангах от бахмута. В самом бахмуте там в основном позиционные бои и перестрелки. Но на флангах продолжается. Вот в направлении предтечного была попытка на наступление российских войск провалилась. Также продолжаются позиционные бои на флангах самого города бахмута. Ну, здесь надо отметить, что ротация все-таки идет. Идет Пригожин просто зубами, я так понимаю, вытаскивает мелкими группами своих бойцов. И тем самым вынуждает, вынуждает там, я так понимаю, противостояние идет полным ходом. И он вынуждает генеральный штаб российских войск менять. То есть, они выходят с позиции, туда надо кого-то заводить. Но в Москве посчитали, что регулярные части заводят, но очень так неохотно. И они опять бросили на передок кого? Ополщенцев. Все правильно. Туда заходят бойцы 1-го армейского корпуса, который формировался в Донецке. Вот их заводят вместо вагнеровца. То есть, на самую мясорубку. Выйдет ли Вагнер полностью, сейчас сказать очень сложно. Я думаю, что Пригожин бы хотел его полностью вывести. Но вряд ли это допустит генеральный штаб Российской Федерации. И они выходят на полигоны. И я думаю, что из Украины их постараются не выпустить. И скорее всего, они будут проводить ротацию пополнения личного состава. Или переформирование подразделений за счет уменьшения количества подразделений и наполнения их личным составом. То есть, слияние разных подразделений в одно. Сводные. Делать сводные отряды. Вот таким. И потом их опять бросят на какой-нибудь ответственный участок. Кстати, Российская Федерация, я так понял, они переходят в основной своей массе, они переходят на наемников. Они поняли, что мобилизованные воевать не готовы и особо не стремятся. И чем больше процент мобилизованных в подразделениях, тем ниже дисциплина и хуже мотивация к участию в боевых действиях. В окопах они еще и сидеть соглашаются. Мародерить там где-то, водку пить они соглашаются, а в атаку идти они не хотят. Поэтому Министерство обороны сейчас усиленно формирует вот эти две так называемые частные военные компании «Ветераны Патриот». В Крыму Гауляйтер Аксенов формирует там свою крымскую, не помню как она называется, вспомню, скажу, частную военную компанию. То есть даже в Крыму ставку на защиту территории они делают именно на наемников. И здесь я так понимаю, что мы в ближайшее время на самых ответственных местах, там где российские, российские войска будут пытаться возобновить наступательные действия, будем наблюдать в основном наемников. Вот типа роты «Шторм-Зет», которых, кстати, появляется на линии фронта все больше и больше. Ну идем дальше. На Авдеевском направлении оккупанты возобновили попытки атаковать Первомайское, теперь уже с юга. Но точно то же самое успеха не имели, понесли потери, откатились на исходные позиции. Продолжаются бои Севернее Водянова на Авдеевском направлении. И вот здесь, на то, что я говорил, на Авдеевском направлении зафиксирован рост количества, ну их называют «Дети Шейхгу». Не знаю, наши военные такое придумали для них. Это роты «Шторм-Зет», которые укомплектованы и зэками, и наемниками, которых они приравнивают, наверное, по боевым возможностям к незаконным вооруженным формированиям, типа частная военная компания. Вот видите, на них и делается основной упор. Это основная штурмовая сила, которая осталась в российской армии. Марьинское направление. Здесь подразделения силы обороны отбили все атаки противника, как в городе, так и на его окраинах. И линия фронта стабильна и без изменений. Противник за сутки успеха не имел. На шахтерском направлении. Здесь, в основном, противник наносил авиационные удары, были артиллерийские дуэли и позиционные бои. Атакующих действий на шахтерском направлении враг не проводил. Запорожское и Херсонское направления. Здесь противник обороняется. Наносил авиаудары по Запорожской области и по Херсонщине. Обстреливал населенные пункты Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. И мы ввели, ввел артиллерийские обстрелы, мы ввели контрбатарейную борьбу по подавлению огневых средств противника. То есть ситуация, в принципе, остается без изменений. Как общий вывод по военной обстановке за сутки, можно сделать следующее. Что существенные изменения за последние сутки не зафиксированы. Враг хоть уже давно закрыл этот проект, он назывался проект «К колонии», к дам, где они вербовали. Но это Пригожин, этот проект в основном притворял в жизнь. Помните, с августовского видео, где он агитирует зэков записываться в добровольцы и таким образом получить амнистию, если выживет. Так вот, несмотря на то, что проект вроде бы как и закрыт, но теперь Министерство обороны Рашидской Федерации полностью перехватило инициативу. И этот проект уже проводится под другим соусом, а именно наймом заключенных уже управляет Министерство обороны Рашидской Федерации. И данные подразделения типа «Шторм-Зет», типа «ЧВК-Ветераны», типа «ЧВК-Патриот» начинают появляться все больше и больше появляться в первой линии траншей рашидских оккупационных войск. По ситуации на оккупированных территориях, здесь мы отмечаем, наша разведка отмечает, что участились случаи в рашидских оккупационных войсках, все чаще отмечается случай невыполнения приказов и дезертирства. Ну вот этот случай, который я вам рассказывал, что 25 мая около 20 заключенных с оружием, недавно прошедших ускоренную военную подготовку и прибывших для усиления подразделений, расположенного в районе Сватова, угнали КАМАЗ, сбежали из расположения и убыли в неизвестном направлении. Уже вторые сутки их ловят и даже пока никто не может предположить, где они могут находиться. Вот такая вот ситуация. 20 человек, зэков с автоматами, которые прошли ускоренную подготовку солдата-стрелка. Вот такая вот, и это уже не первый случай такого, но это массовое дезертирство с угоном военной техники. Они угнали КАМАЗ портовой, для того, чтобы перейти. То есть это мобильная группа, которая может натворить довольно многое. С учетом того, какая граница, то я не удивлюсь, если они завтра... Помните, как в Ростове тут с пулеметом ходил, там всех полицейских обстреливал российских. Так что опыт, я так понимаю, у них в этом деле есть. В войсках идет брожение. И причем, чем больше будет зэков и мобилизованных, я так понимаю, тем больше брожения в войсках будет происходить. Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 11 авиационных ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также были уничтожены 5 вражеских разведывательных беспилотников типа Орлан-10 и 2 беспилотника типа Зала. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники рашистов, 2 состава с боеприпасами, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника. Всего за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали порядка 480 оккупантов. Уничтожили 3 танка, 7 боевых бронированных машин, 22 артиллерийских системы, 2 реактивных системы залпового огня, 1 средство ПВО, 31 беспилотник оперативно-тактического уровня, 10 крылатых ракет, 11 автомобилей и 3 единицы специальной техники. Вот такие потери нанесли силы обороны за прошедшие сутки рашистским оккупационным войскам. Субтитры создавал DimaTorzok